Мне приятно, что можно вручить комплект ключей, ну и, соответственно, документы на эту замечательную технику, которая будет служить на благо развития футбола в Красноярском крае. Дорога в большой спорт для юных футболистов во всех смыслах стала ближе. Новенький автобус за 15 миллионов рублей – это подарок для детской школы Енисей. Там тренируется больше 500 мальчиков и девочек, всего 15 команд. Каждая из них выезжает на соревнования в разные города-края и на сборы в летние лагеря. И современный транспорт ребятишкам необходим. У нас получается на сегодняшний день три автобуса, но в самое ближайшее время, с учетом требований безопасности, что автобусы, имеющие срок эксплуатации 10 и более лет, они не должны перевозить спортсменов детского возраста. Поэтому самое время о том, что этот автобус подошел к нам вовремя, о том, что мы на сегодняшний день, наш вид спорта практически на 100% будет обеспечен транспортным обслуживанием. Автобус станет еще и гостеприимным. Когда возобновятся региональные соревнования, он будет катать детей из других городов, которые приедут в Красноярск. В автобусе для этого есть все необходимое. Он оснащен системой ГЛОНАСС, токографом, трехзонный климат-контроль. То есть пассажиры как на переднем плане, на среднем, на задней части автобуса. То есть у них отдельная регулировка режима температуры. До конца 2020 года автобусы в рамках национального проекта «Демография» подарят еще четырем учреждениям для юных спортсменов. Новенькие базики получат спортшкола по горнолыжному спорту и сноуборду, с шор по зимним видам спорта, а также санники и Девногорский колледж-интернат Олимпийского резерва. Всего на поддержку учреждений, которые занимаются подготовкой спортивного резерва, в этом году выделено больше 35 миллионов рублей. Большая часть денег из федерального бюджета и четверть из краевого. Мы уже второй год на территории всей России и в том числе Красноярского края реализуем проект «Спорт. Норма жизни», по которой мы получаем значительное финансирование с федерального бюджета. Вот это одна из частей того финансирования. Мы получили 26 миллионов рублей от федерации и решили их, обсудив с директорами приоритетность наших расходов, направление расходов, выделить эти средства на приобретение автобусов. Поэтому краевые спортшколы будут готовы к соревнованиям, которые возобновятся после режима самоизоляции. Продолжение следует...